Еще раз добрый день, уважаемые зрители. Я Вероника и Вера Соловьева, Вашингтон. Сегодня мы будем общаться с невероятно талантливой, необыкновенной Яной Угаровой, которая является главным редактором журнала «Журфикс», общественным деятелем, организатором различных мероприятий не только города Якутска, но и республики. И мы узнаем, наверное, сегодня много интересного о самой Яне. Добрый день. Добрый день. Привет, Яна. И я еще хочу добавить не только редактора и организатора, но еще и замечательной женщины, молодой бабушки, прекрасного человека. Спасибо. Яна всегда в тренде. Она еще также является автором, журналистом своего YouTube-канала «Я Угарова», о котором мы также сегодня поговорим. Огромное спасибо, Яна, за то, что вы согласились, несмотря на то, что вы находитесь не дома, не в Якутске, на наш прямой эфир. И мы поздравляем вас с сотым выпуском первого глянцевого журнала Якутии, журнала «Журфикс». Мы бесконечно, наверное, горды все тем, что наша Вера написала статью о нас, и мы являемся сейчас частью журнала этого выпуска. Тогда начнем. Спасибо за поздравление. Я очень рада, что Верочка откликнулась. Одна из наших первых героев рубрики «Наши за рубежом», которая пользуется большой популярностью, и представила нам всех, кто работает над вашим инстаграм-аккаунтом, над вашим сайтом, и вообще говорить свое веское слово в мире, что якутяне существуют везде. Спасибо большое за приглашение. Это была большая честь. Спасибо, Верочка. Мы что, начнем? Да, наверное, только ленивый, я думаю, что не знает и не слышал о вас. И тем ленивым стыд и срам. И, наверное, первый вопрос или, наверное, приглашение к разговору. Расскажите, пожалуйста, о себе, о своем детстве, о школьных годах. Как вообще, как и что повлияло на ваше становление как личности и на то, чем вы сейчас занимаетесь? А влияла ли Варвара Николаевна, ваша мама, на выбор вашей профессии? Так, сразу так много вопросов на меня посыпалось. Ну, давайте начнем с того, чтобы, да, чтобы так вот кратенько, нам надо успеть в наш этот замечательный прямой эфир успеть обо всем поговорить. Я родилась в городе Якутске. Моя мама из Горного Улуса, а папа из Верхневилюйского. Очень люблю оба этих Улуса. Ну, чтобы никому не было обидно, я говорю, я родилась в Якутске. Вот. Восемь лет я проучилась в школе номер 25. Она находится на гимнине. Вот. Те, кто читал мои посты, там, короче, были такие ужастики в детстве. Вот. А закончила я школу номер 2 города Якутска. Это такая центровая школа. Вот. Физико-математический классских. И до сих пор, как бы, физика в моей жизни не присутствует. Вот. Мама моя очень повлияла, потому что, когда я была, когда мне было 10 лет, она работала в газете Эдер Коммунист и попросила меня, как бы, написать заметку про своего учителя. Вот. Я написала быстренько-быстренько, ее перевели на якутский язык, выпустили. Я смотрю, там моя фамилия стоит. Я у Гарова написана. Ой, какое счастье, прям, знаете, как бы, увидеть 10-летнему ребенку свое имя в газете, это очень круто. Вот. И с этого момента потихоньку-потихоньку я стала писать туда-сюда, в разные газеты. Вот. И к поступлению на бюджет журналистического университета у меня было две таких вот толстых капки с моими публикациями. То есть, то, что я стала журналистом, было понятно уже лет, наверное, с 14. Ну, до этого я хотела быть, там, музыкантом, еще кем-то, да. Но в 14 лет я уже точно знала, что я буду журналистом и совершенно не жалею о выбранной профессии. Вот. Она мне до сих пор нравится. У меня вот вопрос сейчас будет к зрителям. Хорошо ли нас слышно и видно? Потому что немножко у Яны терялась связь. Вера, как? Для меня тоже немножко терялась, но, в принципе, было понятно. Да, я надеюсь, что... Ладно, я тогда постараюсь громче говорить. Может, поможет. Да, спасибо большое. Можно сейчас мне задать следующий вопрос? Это, в принципе, с тобой все ясно, да, Яна? Это прям замечательно, когда с 14 лет уже у человека такие целеустремленность и уже понимание, что хочет в жизни. А каких принципов ты придерживалась, когда воспитывала свою дочку, чтобы она вот выросла сильной, волевой? И каких принципов вот ты, как бабушка, тоже вот придерживаешься, чтобы воспитать, ну, помочь в воспитании своего внука, будущих внуков? Я, пожалуй, начну с конца, да, потому что, ну, вообще, моего внука, замечательного Серафима Андреевича, воспитывают его родители. Я считаю, что они его хорошо воспитывают. И самое главное в том, что, как бы, я наблюдаю, это то, что ему предоставляется определенная свобода, да. Это очень важно для ребенка. Я в этом отношении, наверное, была, ну, как бы, неправильным родителем, ну, с позиции вот сегодняшнего дня, потому что я, ну, как мои родители меня воспитывали, я воспитывала в системе «туда не ходи», там, короче говоря, направо пойдешь, коня потеряешь, налево там, еще что-то, да. Вот, все время вот какие-то барьеры в плане, не дай бог, что-нибудь бы не случилось, да. То есть, как бы, заботясь о безопасности ребенка, я как-то вот, наверное, ограничивала ее свободой. Ну, когда она стала постарше, и уже физически ей, в принципе, ничего не угрожало, я поняла, что вот так вот сидеть и воспитывать у меня просто не было времени. И я поняла, что надо своим примером это делать. Ну, собственно говоря, как мои родители, потому что они всю жизнь работали, очень много трудились, и времени тоже вот прямо вот на воспитание-воспитание у них не было. Но я, глядя на них, видела, что они любят свою работу, что они много трудятся, что они честные, да, что вот они как бы, у них активная жизненная позиция, да. И вот, собственно говоря, их пример повлиял на меня. И таким же образом я поняла, что только так я могу воспитывать свою дочь. Вот. И сейчас не скажу, наверное, лет с 10-11 я стала ее вводить на свои мероприятия, например, благотворительный проект «Спасательный круг», так назывался. И вот я ее привела туда, и она нам с Александром под голову мы организовывали, и она нам помогала вот за кулисами. Тут что-то принести, что-то отнести, помочь там детям, вот, инвалидам, которые, ну, вот, в поддержку которых был концерт. Вот. И, собственно говоря, я думаю, что вот это как-то повлияло на нее. И надо сказать, что вот 16 лет назад вышел первый номер журнала «Журфикс», и в первые номера она рисовала. Вообще она рисует чуть ли не с двух лет, очень хорошо рисует, и она делала такие картинки. То есть она один из первых авторов журнала «Журфикс». Потом она писала какие-то статьи, то есть, в общем-то, она еще и журналист. Вот. Сейчас без нее, без ее компьютерной графики не обходится ни один номер журнала, то есть, как бы, вот, проект преображения, то есть компьютерный дизайн делает она. Она обрабатывает фотографии. То есть она у нас такой многостаночник, вот. И в настоящий момент, прямо кроме вот того, что она делает в журнале, она еще активно занимается маркетингом, как мне известно, весьма успешно. Вот. И является режиссером монтажа моего YouTube-канала «Я Угарова». За что я ей очень благодарна, потому что я считаю, что вот то, как это все выглядит, какая картинка, как это все смонтировано, это все обеспечивает Аполлинария Алексеевна Дегтярева. Да, я была поражена, когда узнала, что Аполлинария занимается вашим YouTube-каналом. Я думала, это какая-то большая профессиональная группа, но это просто вообще невероятно. Ну, надо сказать, что действительно профессиональная группа, как бы, она небольшая, но она очень такая мощная и действительно очень компетентная. То есть, как бы, с нами работают очень хорошие профессионалы-ребята. Я даже, как бы, ну, чтобы такой быть справедливой, а то Аполлинарию я назвала. Естественно, надо сказать, что вот продюсером всех передач, которые выходили с февраля, была Татьяна Самсонова, операторами у нас был Роман Кутуков, как бы, широко известный. Вот. Сейчас с нами работает Дмитрий Стефанов. Обязательно хочу сказать, что я там прекрасно выгляжу благодаря Марии Давыдовой, известному стилисту-визажисту. Вот. И, как бы, над моим внешним видом тоже кто-то работает. В общем, ну, это действительно такая слаженная работа, небольшой, но профессиональной команды. А тогда можно задать вопрос про... Сразу перейдем к YouTube-каналу и, наверное, вернемся к воспитанию еще. Вообще, как пришла идея создания YouTube-канала? Я, конечно, читала в Instagram-постах на вашей странице, но вот чтобы зрители наши тоже узнали, как вы собирали команду, как вы... Вот у меня три вопроса главных. Как пришла идея, как вы набирали команду и как подбираете своих гостей? Вы знаете, как бы, рождение YouTube-канала было... Яна, вы пропали. Я оборвалась. Сейчас ждем. Такое ощущение, что там зависает интернет немножко, да? Я думала, может, у меня? Нет. Ага, это, к сожалению, да. Так, тогда немножко подождем. Да, немножко подождем. Удивительный записей, Некаяна, это... О-о, так, Яна Угара. Может, тогда пока, Вера, ты продолжишь. Как вы доехали до дому? Я пока подключаю Яну. Мы пока еще не доехали до дому, мы остановились у наших друзей. Вот самая медийная семья Якутии, это Евсеевы. Ага. Это Света и Рома, да. И подъехали еще друзья из Алабама, вот у нас встреча. А, вот. Спасибо. Да, на самом деле, тут всегда была хорошая связь, я не знаю. В Англии сегодня опять дождь, может быть, это с этим связано. Так, ну, да, давайте я по-новой озвучу эту, да, свою мысль. В общем, рождение YouTube-канала чем-то похоже на то, как создавался журнал «Журфикс». То есть я задумывала журнал, не то, что задумывала, я мечтала о том, чтобы был такой красивый, глянцевый журнал с добрыми новостями, чтобы там были позитивные какие-то вещи, да, без чернухи, без желтизны, чтобы хорошие герои, хорошие примеры. Это было задолго до его выхода, наверное, лет эдак за 8-7. Вот. И только в 2005 году это удалось воплотить. Таким же образом, ну, я, конечно, не думала, что это будет YouTube-канал, я давно задумывала авторскую передачу. Я надеялась ее выпустить на телевидении. Вот. Но телевидение – это там, ну, как бы, ну, знаете, такая махина, глыба, да, но это довольно так оказалось непросто. Когда с тремя президентами и генеральными директорами НВК Саха я разговаривала, но как-то мы ни к чему не пришли. Вот. Пока моя дочь, опять же, да, в конце прошлого года не сказала мне такую вещь. Она сказала, почему ты все время вот думаешь о телевидении? Все люди смотрят YouTube. Давай делать на YouTube. Вот. И, ну, в общем, как-то все так сложилось, да. Вот это моя давняя мечта о том, чтобы делать интервью с интересными людьми. Я вообще обожаю общаться с интересными людьми. Ну, вообще, каждый человек интересен, да. Вот. И вот это вот моя мечта вот воплотилась благодаря тому, что моя дочь научилась монтировать, и теперь не надо было кого-то искать. Это делает она. Вот. Вот мы нашли светлую голову в лице Татьяны Самсоновой, которая четко вот ставит какие-то задачи там, да, то есть она видит тактику и стратегию выстраивает там что-то еще, потому что я в силу своей такой творческости, да, «Ой, а давайте это, а давайте это» там как-то вот, знаете, да. Вот. А там мне, там, вот какой герой будет интересен, да, целевая аудитория, в общем, все по правилам как-то, да. Вот. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу призвать подписчиков Сахадиаспоры, вообще вот сейчас наших зрителей, пожалуйста, подпишитесь на YouTube-канал «Я Угарова». Этим вы поддержите вот наше будущее. Потому что как бы сейчас вот у меня каникулы, мы не выходим. И то, будем ли мы выходить и в каком формате, с какими героями, это во многом зависит от количества подписчиков, от количества просмотров. Ну, там свои законы, скажем так. Вот. Обязательно подпишемся, это и других будем призывать, это 100%. Спасибо большое, да. Вот. И, кстати, возможно, я думаю, что, как бы, если это технически будет возможно, может быть, когда-нибудь мы сделаем вот тему тоже Сахадиаспоры, то есть якутян, которые живут в других странах. Потому что эта тема как бы интересна, она актуальна, тем более, что у нас прямо якутяне живут везде. Год назад я была в Африке, и там тоже есть якутяне. Ян, а как вы подбираете своих героев? Ну, первого героя Владимира Дормидонтова как бы я предложила, да, потому что, как бы, я считаю, что талантливый молодой человек занимается, вот, как бы, фольклором. Ну, помимо того, что он там блогер, вайнер и все такое прочее, как бы даже не столько это было интересно. Все вот его знают с этой стороны, а как бы я знаю, что он, ну, как бы, умный, интересный и достаточно глубокий человек, несмотря на свои молодые годы. Вот. Следующим героем был Антон Жандоров. Ну, многим известно, особенно якутянам, ну, что случилось с Антоном, да, после, на мой взгляд, абсолютно бытовой ссоры, да, вот, получилось так, что он остался без работы, без общественной деятельности, да, несмотря на то, что я очень его уважаю, считаю, что это яркая личность, и, как бы, это был, скажем, мой такой, мой порыв, внутренний порыв, да, что я хотела пообщаться с человеком с ярким представителем якутской молодежи, да, на мой взгляд, вот, и узнать, как же он выбрался из, вот, из этой ситуации, в которой оказался, да, потому что на самом деле, да, в этой ситуации может оказаться каждый, да, и я считаю, что не надо распинывать и, как бы, ставить крест на человеке, ну, тут еще можно вспомнить, как бы, свои молодые годы, я тоже попадала в такую ситуацию, да, и поэтому мне эта тема была близка, поэтому вторым героем был Антон, вот. Ну, потом так сложились обстоятельства, что третьим героем стал Евгений Григорьев, вот, и благодаря, вот, интервью с нынешним мэром города Якутска я узнала его получше, и я хочу сказать, что мне он очень понравился, особенно в том месте, когда он наизусть декламировал Басту, вот, когда он, там, читал рэпчик, когда, там, оказалось, он любит собак, то есть мы нашли какие-то общие точки соприкосновения, вот, и человек мне понравился. Ну, дальше, вот, интересная, кстати, история с Егором Федоровым, да, Егор Федоров, это человек, которого я знаю с 16 его лет, он начинал писать в газете «Молодежь и Кути», когда я там работала главным редактором, и, ну, то есть, как бы, вот, как-то вот его жизнь прошла у меня на глазах, можно сказать, да, сейчас он занимает, там, большой ответственный пост в компании «Драйвер», международной компании, да, и вот то, что его жизненная история оказалась такой востребованной, то есть это было очень интересно, он набрал более 8 тысяч, как бы, просмотров, это было показательно, то есть я поняла, что зрителям, вот, YouTube-канала, подписчикам, вот, интересно именно, как люди выходят из каких-то сложных ситуаций, и как они отвечают на вызовы современного мира, вот. Ну, в общем, вот, разговор был очень интересный, такой острый, что мне еще очень понравилось, Егор был очень откровенен, говорил на такие темы, на которые, как бы, не каждый осмелится говорить. Вот. И хочу сказать об эфирах, которые мне лично, вот, очень дорогие и близки, это интервью с известным российским писателем Андреем Геласимовым, это наш, как бы, в общем-то, человек, которым мы можем гордиться, потому что он, его становление прошло в нашей республике, да, а сейчас он известный российский писатель, произведения которого публикуются там на нескольких десятках языках мира, вот. И вот интервью с Костасом Марсаном, якутским кинорежиссером, очень образованным, умным, таким тонким человеком, я вот тоже, как бы, вот, рекомендую к просмотру, потому что мне самой всегда очень интересно с Костасом общаться. Ну, вообще, как бы, вот, не умаляя абсолютно, вот, каждый герой, это просто, знаете, как бы, вот, глыба, глыба, да, вот, и в масштабах одной программы, там, 40 минут, 1 час, невозможно рассказать, вот, открыть человека, да, но, тем не менее, мы пытаемся, я надеюсь, что в будущем нам будет это больше удаваться. Замечательно. Вот, Яна, вот, ты сейчас вот перечислила, ну, буквально, мельком-мельком, что вот ты была редактором, что вот, ну, ты издатель журнала, вот, ты теперь ведущая, ты участвовала и организовывала много мероприятий, и вот, как женщина, тебе было сложно конкурировать с мужчинами, или как, или нет? И как ты добилась вот успеха вот такого, вот, какие вот твои качества тебе помогли? Вы знаете, вот такая штука, да, я думаю, что вот, например, в сфере политики, да, там, ну, как бы, вот, имеет значение, наверное, мужчина, ты женщина, да, ну, вот, может быть, глядя на опыт моего давнего друга Сардана Афксентьевой, да, как бы можно это наблюдать, вот, но, что касается меня, я не чувствую, как бы, я не делю творческих людей, ну, вообще, я не делю людей на мужчин и женщин, все мы люди, да, мы все люди, есть люди, как бы, добрые, есть менее добрые, есть люди способные, есть менее способные, да, то есть, вот, есть люди, которым много что надо, а есть люди, которым немного что надо, там, как бы, и опять же, я исхожу из того, что я уважаю каждого, да, то есть, каждый волен жить так, как он считает нужным, каждый несет в этот мир то, что он несет, да, То есть как бы вот среди героев моего журнала, например, встречаются мамочки. И вот когда я говорю, а как вас представить, как называется ваша работа, род деятельности? Она мне так скромно говорит, ну я только мамочка, я вот дома сижу, у меня четверо детей. Я говорю, боже мой, какое счастье, у вас четверо детей, это же прямо такая работа, работа прямо. Понимаете, как бы, да? Я очень уважаю, потому что я считаю, что профессия мамочки, это очень уважаемая профессия. Просто как бы, ну вот нет слов, это замечательно. При этом неоплачиваемо. Абсолютно согласно. Да, практически так, да. И она очень сложная, потому что сейчас я когда остаюсь со своим внуком, одним, я не знаю, что делать, потому что, ну это непросто, как бы вот абсолютно непросто, я хочу сказать. Поэтому это, конечно, работа, которая вызывает большое уважение. Вот. И, ну да, конечно, женщины как бы не похожи на мужчин в любом случае, потому что они рожают детей, да? Вот, рожают, воспитывают, да? И они мамы. Но во всем остальном, я считаю, да, что нельзя людей делить на... вот. Потому что, как бы, собственно говоря, все мы хотим заниматься, чем мы хотим в этой жизни, да? Все мы стремимся к счастью, да? Счастье понимает каждый по-своему. Я для себя счастье формулирую таким образом, что счастье – это когда ты реализуешь свой потенциал. Вот. То есть, ну, мой потенциал, ну, я, ну, как бы, вот, не мамочка четырех детей, да? Поэтому я реализую какие-то свои другие способности, да? Ну, в частности, вот журнал делаю, YouTube-канал выпускаю, да? Пою иногда, там, делаю какие-то концерты, занимаюсь благотворительностью, общественные проекты. Это все... вот, ну, это как реализация моего потенциала. Насчет конкуренции я об этом не думаю. То есть, конечно, когда вот 16 лет журфикс выходит, в разное время выходили другие журналы, но я не смотрела на них. Знаете, это как, наоборот, это такая игра, да, что, ой, кто-то вышел, они в этом лучше, да? А давайте мы тогда тоже постараемся в этом, ну, как-то вот... Знаете, в этом есть своя прелесть, то есть, как бы, ты... Читатели сравнивают, да, и если, допустим, сравнение не в твою пользу, ну, давай ты, давай, давай, усиль там свои какие-то эти самые, да? Делай лучше, делай там... То есть, я считаю, что мы извлекли из этого свои уроки. Ну, и на момент сейчас, я думаю, что... Ну, как бы, собственно, глянцевых журналов для семейного чтения на русском языке больше нет. Ха-ха. Вот, поэтому это с точки зрения журнала. С точки зрения YouTube-канала, да, ну, там ребят много, но, опять же, вы знаете, как бы моя... Так же, как и в журнале, я несу вот в своей программе, всё-таки хочу нести позитив, да? И если я пишу о каких-то сложностях, трудностях, проблемах, ну, вот, когда герои вот об этом говорят, я всё-таки направляю их на то, а как вы с этим справились, да? Что в будущем? То есть, не мусолить вот это, всё плохо, все кругом враги, все там заговорщики там, да? Вот. А то, как всё-таки справляться с этими ситуациями, да? Ну, вот на примере, как бы, Антона Жандорова, на примере Егора Фёдорова, как они вышли из этих ситуаций, да? Молодцы, ребята, вот. Это пример для других, что, как бы, не отчаивайтесь, да? Сегодня сложный момент, завтра будет легче, делайте что-то с этим, да? Вот, как бы, в этом отличие, допустим, вот того, что я делаю, может быть, от других. Кто-то хочет смотреть, да, ну, как там, ну, что-то жареньенькое там, да? Ну, как бы, смотрите другие ютуб-каналы. У меня, как бы, может быть, вот это жареньенькое, но с тем посылом, что как мы выйдем из ситуации, как мы в любом случае будем на коне, там, вот. Вот, собственно говоря, я не знаю, да, ответила ли я на вопрос, да, про женщину и мужчину, как бы, ну, опять же, да, если я буду говорить, я бедная женщина, там, да, там, ну, как бы, больная старая бабушка там, да? Вот, ну, я так не говорю, то есть, наоборот, у меня родился внук, я стала носить, знаете, спортивную одежду, у меня появились кроссовки, я много двигаюсь, как бы, да, много езжу, вот. И никоим образом себя не собираюсь записывать в эти, как его, в старушки, вот. Вот, и у меня очень много планов, чем больше я езжу, путешествую, тем больше у меня планов появляется. Ян, у меня вопрос, опять-таки, сейчас стрелочка переходит к журфиксу. Поступили вопросы, да, очень много вопросов касательно журфикса, почему именно название было выбрано, журфикс, хотя, несмотря на то, что вы об этом пишете на первой же странице, да, о определении слова журфикс, как пришла идея назвать журнал на французский манер, также вопрос был от нашей команды и от зрителей, как удается поддерживать интерес зрителей, извините, читателей на продолжение долгих 16 лет, это же огромный срок для журнала, и мой личный вопрос, как профессионалу издательского мира, печатных изданий, как вы думаете, актуально ли сейчас печатные издания, и сколько им осталось еще жить? Иногда думаете ли вы об этом, хотите ли вы видеть электронную версию, полностью электронную версию журнала журфикс? Это было бы вообще супер, да, вот iPad-версия, телефонная версия. Я помню, что вначале можно было немножко читать на сайте. Вот такие вопросы. Так, ну, начну с конца. Начну с конца, опять же, да, что есть сайт журфикс.ком, там есть архивы журнала, то есть как бы можно почитать старые. Потом у нас, мы во время вот карантина 2020 года заключили договор с пресса.ру, вот, что можно купить на вот на этом сайте, можно купить электронную версию журнала, да, вот, правда, я не знаю, мы сейчас туда закачиваем или нет, но такая возможность в целом существует. Если будет спрос, да, то мы это возобновим. То есть важно, вот, если, допустим, сейчас в комментариях напишут, что вот мы там-то живем, хотели бы там, как бы, вот новые журналы получать каким-то образом, за какую-то копеечку, ну, это недорого абсолютно, да, вот, то мы возобновим вот эти наши отношения с прессой.ру и будем туда закачивать. Вот, по поводу, как бы, когда умрут печатные издания. Вот, как бы, я сама могу сказать, что в какой-то период, не помню, сколько лет прошло, я стала читать электронные книги, да. Этот период длился у меня, может быть, полгода. Да, после этого я благополучно вернулась к бумажным книгам. То есть, конечно, электронная книга хороша, когда ты едешь куда-то, и там ты можешь много закачать, да, и тебе не надо таскать вот эти тяжести. Но дома, да, вот когда ты, знаете, как бы долгими зимними вечерами, особенно у нас в Якутске, да, попивая чаёчек, да, лежишь на диване, закутавшись в плед, то всё-таки бумажную книгу ничто не заменит. Вот с её запахом, с её историей, понимаете, как бы, да, с её вот этими страницами немножко такими пожелтевшими, да. Вот. И то же самое с журналом. Тем более, что, вы знаете, как бы вот тактильные ощущения, вот я думаю, что ещё вот период карантина, да, он тоже вот как-то повлиял на то, что люди вот стали больше ценить то, что можно потрогать, пощупать, ощутить, понюхать, понимаете, как бы, да, потому что не всё онлайн, понимаете, как бы, вот не всё онлайн, хочется вот что-то, чтобы у тебя вот прямо вот так вот ручками там, знаете, пористать там, помусорить, послюнявить там, знаете, вот типа, да, типа того. Поэтому с этой точки зрения, как бы, я наоборот считаю, что последний, может быть, год-два у журфикса какой-то этап возрождения наступает, потому что люди с большим удовольствием открывают и листают вот эти вот глянцевые страницы, вдыхают запах типографской краски, да. Ну и, вы знаете, как бы я хочу сказать, что моду на хорошие новости никто не отменял. Людям хочется хорошего, потому что плохого и так, вот, 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 выше, там, кемечка, там, знаете, как бы, да, а хочется чего-то хорошего. Журфикс несёт хорошее. Ну, как бы, у нас всё по-доброму, и люди к этому тянутся. Вот. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что какое-то время мы будем выходить. Это электронный вариант, ну, вот, как бы, на сайте, ну, это всё реально, да, это всё возможно, но пока есть спрос на печатную продукцию, да, в печатном виде журнал, то мы будем выходить. А дальше будет видно. Я вот сейчас вот не стану загадывать, что всё, типа, вот когда-то мы там. Вот. Возвращаясь к первому вопросу о журфикс, вообще мы начинали этот журнал делать с моей подругой, с которой мы выросли на одной улице на Мерзлотке, потом мы учились в 25-й школе в одной, потом мы учились на факультете журналистики в Свердловске в одно время, да, Татьяна Данилевская. Мы с ней вместе начинали журфикс, и чтобы найти название, она взяла словарь иностранных слов и просто стала зачитывать, да, там, я помню, что там какие-то были там такие, ну, иностранные названия, сами понимаете. И вот оно доходит до слова журфикс. И прямо, и оно прямо именно вот так вот, журчанием таким журфикс. Вот. И читает всё, что там написано, да, то есть как бы там были цитаты из книг Николая Носова про Незнайку, что, типа, Незнайка со своими друзьями собрался на журфикс, поломали стулья, там ещё что-то покуролесили, ля-ля-ля-та-па-ля. Вот. И журфикс – это слово, которое было образовано русскими дворянами и означало приём гостей в определённый день недели. Очень такая вещь, да, несмотря на два французских слова, жур – это день, да, фикс – это определённый, фиксированный, да. Французы, у французов нету такого слова. Это слово русское, просто оно произошло из двух французских слов. И надо сказать, что существует кафе в Москве, журфикс называется, да, то есть это, ну, просто оно такое, скажем, устаревшее немножко, но вполне себе русское слово, которое означает приём гостей в определённый день недели. Вот. Ну, и журнал – это вот, мы как бы принимаем гостей разных героев, всегда интересных. Вот. Я, по-моему, там посередине был ещё какой-то вопрос, я его не запомнила, и если это важно, вы мне его повторите. Да, а как удаётся поддерживать интерес читателей журнала на протяжении всех этих лет? Ну, вот я, кажется, ответила на него о том, что, несмотря на какое-то вот, ну, на мой взгляд, ложное данное, что люди гонятся только за какими-то жареными новостями, за сплетнями, там, там, скандалы, интриги, расследования, да. На самом деле это неправда. Каждому человеку внутри хочется почитать и о чём-то хорошем, понимаете, как бы, да, о хорошем, о вечном, да, о вечных ценностях, о семье, о любви, там, о детях, ну, в общем, я не знаю, о гармонии, равновесии в этой жизни, да, посмотреть красивые картинки. Вот я сейчас ещё хочу сказать, что сейчас мы, благодаря моей героине на YouTube-канале Яугарова, вот, как бы, немножко так стали затрагивать тему коренных малочисленных народов Севера, да, вот. Вот, на YouTube-канале вышла Маргарита Попова, которая создала проект, я считаю, очень мощный проект «Кандыкан», вот, и объединила очень много молодых людей в этом проекте. И наш любимый фотограф Сергей Шарин, он же Сега, съездил в два Улуса и фотографировал представителей вот КМНС, да, и мы стали делать вот эти вот фотографии вот этих людей. И эту тему мы будем продолжать, потому что, на самом деле, я считаю, что, ну, в общем, никакие народы, никакие языки и культуры не должны исчезать, они, ну, как бы, должны быть, да, и вот в каких-то таких темах, которые, ну, такие, ну, злободневные на самом деле, да, потому что еще тема КМНС, она тесно связана с темой экологии. То есть, как бы, если есть коренные малочисленные народы Севера, да, вот со своим образом жизни, с бытом, то с нашей экологией в Якутии, на севере Якутии, или там, где они проживают, все нормально, понимаете, да. Вот это очень тесно связано, и я вот хочу вот эти темы тоже поднимать, да, потому что надо обращать внимание на это, чтобы мы, ну, не потеряли того важного, что есть в нашей республике. Яна, вот очень это все интересно, и просто как поступил вопрос, я можно там вернусь буквально, вот насчет экологии, мне безумно это интересно, конечно, с одной стороны, вот, но с другой стороны мы говорим сейчас о жирфиксе, и вот только что ты говорила о том, что да, можно заказать там на press.ru, но мы тоже, живущие за границей, хотим пощупать, понюхать, значит, перелистать страницы, и этот вопрос, вот, может ли выслать за границу, вот, например, в Таиланд, ну, или там, в Америку, или там, в Африку, или там, в Европу, вот есть ли такая возможность или нет? Так, я начну с того, что когда жирфикс только начал выходить, у нас была, в общем, человек проявил инициативу, ее зовут Свет, она известный человек сейчас, да, фамилию не буду назвать, я как бы не захочу в этом, она проявила инициативу и собирала подписку с людей, живущих за пределами Якутии, да, то есть как бы там, ну, в смысле, вот, расходы там на пересылку, вот это все посчитала, да, и как бы приходила, брала журналы и прямо по почте рассылала, такой был момент, да, вот, то есть, ну, в принципе, если такое было, то это можно повторить, надо знать, какой спрос, да, и потом еще надо такую штуку знать, как, ну, тоже вот рассчитать, что это не должен быть по одному номеру, это должна быть подписка, допустим, на, ну, как бы на год, это шесть номеров, да, ну, чтобы не было такого, что и четко, вот, если, допустим, будет достаточное количество человек желающих, то я думаю, что мы можем это возобновить. Это хорошая, очень важная информация, а то мы родные. Так что, пожалуйста, вы, как бы, да, сделайте такой опрос, да, вот, среди наших земляков, живущих за рубежом, то есть за пределами Якутии, которые, вот, хотели бы, если будет такое много желающих, то мы, наверное, это можем организовать. Спасибо за такие развернутые ответы, Яна, и тогда, если мы коснулись зарубежья, расскажите, пожалуйста, о своих путешествиях. Ладно, первый вопрос, также поступивший к нам, что Яна делает сейчас в Англии? А дальше просто вопрос о том, как вы выбираете страну, куда вы поедете, и для вас какая страна оставила прямо незабываемое впечатление? Я люблю путешествовать со студенческих времен, но в мои студенческие времена, как бы, за границу никто не ездил, вот, поэтому я объездила практически весь Советский Союз, вот, это очень интересный был опыт, и когда появилась возможность ездить за границу, то я стала ездить, ну, довольно много стран я объездила, сначала это были, наверное, такие поездки на море для здоровья моей дочери, то есть Болгария, Кипр, там, Китай, ну, это на море, прям на море для здоровья, я считаю, что это важно, и это действительно, вот, поездки на море нам помогли справиться с нашими некоторыми проблемами со здоровьем, вот, потом, а потом я стала ездить к друзьям, вот, и в том числе, кстати, к героям рубрики «Наша за рубежом», но таким образом, например, я съездила в гости к Кюней Токасаевой, в Варшаву, например, я бы никогда не поехала в Польшу, да, ну, что, вот, но в итоге я поехала, я была несколько раз в Канаде, ну, как бы еще надо сказать о том, что благодаря вот инициативе Марины Десяткиной два раза мы провели Дни Якутии в Канаде, вот, и в Торонто ездили большие делегации, ну, как большие делегации, в пределах 10 человек, да, вот, Хатылаевы, там, Тарбахов, Августина Филиппова, несколько человек из ансамбля «Гулум», вот, Исаина ездила, певица, вот, художники, Миша Старостин ездил. В общем, да, Канаду поэтому я люблю, вот, ездила в США, да, да, несколько раз тоже, там живет моя подруга Галя Крылова, которую я горячо и нежно люблю, вот, к сожалению, не доехала до своей любимой одноклассницы Марины Яковлевой, вот, с которой мы прямо ходили в Ясли вместе, в детский сад, в 25-ю школу, во 2-ю школу, вот только в университете вместе не учились, вот, вот, то есть, ну, как бы, я много где была, а потом наступил такой период, когда вот просто так ездить стало неинтересно, то есть, ну, как бы, я имею в виду, допустим, просто на море, там, поваляться, просто на экскурсии походить, это уже, как бы, это уже неинтересно, да, и, например, два раза я была в Италии, ну, до этого я тоже была в Италии на экскурсиях, да, а два раза я прям целенаправленно поехала и брала мастер-классы по скульптуре, по, там, по рисованию, ну, я раньше думала, что я совершенно это не умею делать, оказалось, что я умею это делать, ну, в смысле, вообще можно научить кого угодно, вот, и вот с этого момента, наверное, да, вот с Италии, как бы, я поняла, что мне очень нравятся полезные путешествия, то есть, ехать туда и получать те знания, которые, ну, как бы, вот ты можешь получить только там, вот, и таким образом после этого, ну, вот появились мои поездки, ну, вот, например, в Южноафриканскую республику я ездила за получением знаний и прошла совершенно потрясающую оздоровительную программу, как бы, и она мне дает возможность вот быть в хорошем физическом состоянии, отказаться от всех своих вредных привычек, вот, и, ну, конкретно вот сейчас в Англии я прохожу, скажем так, курсы по улучшению жизни, то есть, как справляться с трудностями, как быть стрессоустойчивым, вот это мне, вот это вот то, что я сейчас прохожу, мне очень поможет в жизни, потому что, ну, как бы, ни для кого не секрет, что жизнь вообще сама по себе такая непростая штука, вот, а сейчас во время вот этого вот, ну, как бы, вируса и всего прочего она стала еще не проще, вот, и надо как-то получать какие-то инструменты для того, чтобы с этим справляться, вот, ну, надеюсь, а, и ответ, значит, как, где мне больше всего понравилось, ну, вообще у каждой страны свои, такие, знаете, как бы, примочки, да, изюминки, свои прелести, да, в каждой стране мне что-то нравится, вот, и, конечно, очень важно, кто тебя встречает, с кем ты там общаешься, да, это тоже, помимо самой страны, это тоже имеет значение, да, ну, вот я говорила о том, что я люблю Канаду, например, да, в США мне ужасно понравилось, мы ездили смотреть, как на китов вообще, вот, это вообще потрясающе абсолютно, и когда-то давно я была на Аляске в гостях у своей подруги Лены Шелт, и там северное сияние каждый вечер было, я в Якутии ни разу не видела, а на Аляске каждый его, это вообще потрясающе, поэтому вот для меня Америка, это вот на Аляске северное сияние, а в штате, не помню в каком штате, потому что мы проехали там пол Америки, вот, вот эти киты, совершенно, совершенно, не, ну, Нью-Йорк, это все, конечно, хорошо, ребята, да, но это, киты мне больше запомнили, вот, если говорить про Европу, то вот Тоскана итальянская, где я поняла, что я умею рисовать, там виды совершенно потрясающие, там невозможно не быть художником, вот, итальянская Тоскана очень крута, вот в Армении мы были с дочкой на курорте Джермук, и там очень красивая природа, то есть, знаете, как бы вот по-разному все запоминается, Грузия запомнилась своим гостеприимством, но я думаю, что все, кто там был, они вот это вот оценят, да, и замечательная компания. В Испанию мы ездили с подругами, обожаю фламенко с тех пор, просто обожаю фламенко, да, ну, как бы в Африке тоже очень красивая природа, сафари просто, знаете, как бы это воспоминание на всю мою последующую жизнь, вот, ну, то есть в каждой стране, Япония меня потрясла просто до глубины души, я так была поражена, что они живут как в космосе, это в 2007 году, что я приехала, это все передала своей дочери, и вот она решила выучить японский язык после этого, и была в Японии несколько раз, ну, то есть, как бы вот, я ее буквально заразила своим восхищением к этой стране, то есть в каждой стране свои прелести, и вот сказать, что плохих стран нет, слушайте, вот в каждой стране свои, свои такие штучки, очень интересные. Яна, а вот ты очень любишь путешествовать, да, и вот ты вот недавно сказала о вирусе, о том, что вот, да, это действительно добавило сложности, вот как ты пережила эпидемию, вот пандемию, как пережила, вот какие навыки тебе помогли справиться, какие новые навыки у тебя появились за время этой пандемии? Ну, начну с того, что пандемия меня застала в Африке, вот, я туда поехала на месяц, скажем так, да, а в итоге пробыла три с половиной месяца, два с половиной из них вот в условиях карантина, да, то есть это было такое, ну, испытание, скажем так, да, потом после этого мне пришлось находиться в обсерваторе две недели, потом в самоизоляции две недели, то есть это вот, как бы, и после этого вот две недели карантина в Англии, ну, показались мне курортом. Ну, собственно, что я поняла, да, вот, вот, находясь в Африке, я там довольно долго находилась одна вообще, то есть, как бы, практически без русскоязычного общения, я поняла, что всё зависит от того, как человек относится к ситуации, вот, чтобы не ситуация им владела, да, а человек владел ситуацией, то есть, если ты относишься к этому как ужас-ужас, всё там, все мы умрём, там, и, короче, конец света, так оно и будет, либо ты относишься так, ну, что я могу сделать, у меня есть ноутбук, у меня есть интернет, да, я могу в это время получить вот это, сделать это, да, если есть возможность там получить какую-то программу, я сделаю это, я на связи с родными, там, да, раз в неделю я обязательно там с родителями общаюсь, слава богу, вот, интернет вот это позволяет делать, то есть, ты не оторвана, ты общаешься вот в чате с такими же, как ты, застрявшими, да, как они собираются выехать, да, ребята, давайте, давайте, кто там, и там была такая взаимовыручка, такая взаимопомощь, вообще я была очень поражена тому, какие на самом деле, да, русскоязычные, дружные, исплочённые, когда проблема, ну, по крайней мере, в ЮАР я это прямо увидела, да, там люди друг другу помогали, если не деньгами, то, там, продуктами, там, знаете, как бы, кто-то нашёл, у кого-то кончились деньги на жильё, им предлагают, там, ну, какое-то жильё подешевле, да, ну, вот это было совершенно потрясающе, и вот там я поняла, что, знаете, человек очень живучее существо, он способен выживать в любых условиях, да, сначала, конечно, стресс, а-а-а, всё пропало, там, знаете, да, как бы, да, но потом, когда надо же как-то выходить из этой ситуации, человек потихоньку себя вот так вот, как бы так, собирает в кучку и начинает думать, как бы из этой ситуации выйти, и в итоге выходит, то есть это какая-то такая, ну, не очень хорошее слово, скажу, проверка на вшивость, да, кто на что способен, то есть, и вот эта проверка на вшивость показала, что я в состоянии справляться вот с этим, как бы, стрессом, собраться, вот, будучи в Африке, я сделала номер журнала, вот, сделала, как бы, такой проект «День Победы», в котором приняли участие вот мои друзья из разных стран, из разных городов, да, мы все пели «День Победы», там, да, вот там, где были, в условиях самоизоляции, все там в этих каких-то, вот, я находилась в тренажерном зале в отеле, где я жила, ну, мы это сделали, это мы сделали, несмотря на пандемию, несмотря ни на что, то есть, как бы, сказав так, ну, по сарам, вот, враг не пройдет, и вирус нас не победит, вот, поэтому, вот, причем это не касается только вируса, это касается любых жизненных проблем, да, вселенная не отправляет человеку что-то, с чем он не может справиться, поэтому я думаю, что мы справимся с этой напастью, надо просто, вот, чтобы внутри была эта уверенность, что мы с этим справимся, и знаете, как бы, я вот в последнем письме редактора в журнале «Журфикс», это можно, кстати, вот на странице, инстаграм-странице «Журфикс», нижнее подчеркивание «Жур», почитать вот это вот мое письмо редактора, я там говорю о том, что жизнь продолжается, понимаете, знаете, как бы, эта пандемия у нас длится уже, сколько она длится, да, полтора года, примерно, да, и это не значит, что вот надо вот так вот сложить, как бы, лапки, да, и ничего не делать, жизнь продолжается, надо жить в этих условиях, которые есть, ну, что делать, да, это, конечно, ну, не легко, не все, как бы, коту масленица, да, вот, надо просто продолжать жить, жить в этих условиях, да, творить дальше, созидать дальше, я не знаю, все равно рожать детей, воспитывать их, понимаете, как бы, да, ну, то есть жизнь все равно прекрасна, люди выживали гораздо в более худшие времена. Да, спасибо огромное. Вопрос, курс в Англии на английском языке проходит? Курсы, которые я прохожу, они на русском языке, к счастью. Есть ли планы сделать еще один мастер-класс для ваших поклонников и тех, кто за вами следит, на основе, вот, курса, который вы проходите сейчас в Англии? Вы знаете, как бы, вот в апреле мне предложили, вот, моя подруга Алина Жиркова предложила мне провести мастер-класс по личному бренду, да, ну, это был абсолютно новый опыт для меня, очень удивительно, что собралось 130 человек, компания «Фокус Про» вообще поразительным образом за рекордные сроки собрала 130 человек народу, и вот я очень основательно готовилась, я так привыкла, что надо ко всему основательно готовиться, я просто хочу сказать, что все, что я транслирую в этот мир, это вот опыт, который создан на основе всего, что я прохожу, да, то есть весь мой жизненный опыт, профессиональный опыт, да, вот, то, что я делаю, делаю я много, я трудоголик, как мои родители, вот, то есть, ну, вот на мастер-классе я думаю, что, как бы, ребята тоже прочувствовали, что, что там не просто, вот, как бы, как личный бренд, там, теория-то, но как это, собственно говоря, как это в жизни применять, там это тоже есть, и то, как справляться с жизненными трудностями, вот я сегодня тоже немножко об этом сказала, да, ну, кому-то это дано с рождения, а кому-то надо еще немножко учиться этому, да, вот, я этому учусь, и еще у меня такое наблюдение жизненное, да, что пока человек развивается, пока он стремится к чему-то новому, пока он стремится к познанию чего-то, он не стареет. Я просто, знаете, как бы шесть лет назад вдруг увидела, что жизнь моя заканчивается, ну, то есть, как бы, дочь вышла замуж, там, да, журнал сам по себе выходит, да, как-то вот, я такая, знаете, бронзовая на постаменте такая, все, жизнь удалась, можно, типа, идти на пенсию, там, знаете, типа того. Я чувствую, знаете, это, ну, это неправильно, это просто неправильно, да, то есть, как бы, ну, что теперь лежать на диване, там, я не знаю, ну, как бы смотреть телевизор круглыми сутками, но эта история не про меня, и вот, как бы, с этого времени я стала изучать, вот, какие можно пройти курсы, там, где можно заняться саморазвитием, своим духовным развитием, да, потому что, как бы, мы не только тело, мы еще, как бы, мы еще, ого-го, у нас есть мощный дух, вот. Ну, и, собственно говоря, сейчас, да, в своем статусе бабушки я считаю, я чувствую себя гораздо моложе, чем 10 лет назад, вот. Я думаю, что это благодаря тому, что я учусь, развиваюсь, путешествую, занимаюсь тем, что мне нравится, очень люблю людей. Вот это тоже такой, знаете, как бы, важный момент, да, что я люблю людей, и люди мне этим отвечают. Это тоже, вот, как бы, знаете, это, потому что не надо удивляться, что вас не любят, это, наверное, потому что вы не любите, вот. А меня любят, потому что я люблю. Это прям хорошие слова такие. Да, это просто замечательное пожелание, я бы сказала тоже. Ага, прекрасно. Спасибо, спасибо огромное. Ну, мы как раз все темы затронули, вообще замечательно, да, я хочу сказать большое спасибо, что вы предложили, как бы, да, я не знала, о чем мы будем говорить, а сейчас я смотрю, такой интересный разговор, такой глубокий, на разные темы, я желаю процветания вот вашему детищу, потому что я его с удовольствием смотрю, когда есть время, прям смотрю-смотрю, мне нравится. Это здорово, что вы объединяете якутян по всему миру. Якутяне мощные, ребята, мощные, вообще прямо наши суровые климатические условия сделали нас самыми выживательными, выживающими, да, вот, и давайте этим пользоваться, да, мы выживем в любых условиях. Ну, мне кажется, комплимент от Веры Угарова, это вообще верх комплиментов. Вот. Здоровья, счастья, процветания, вот. И держитесь, знайте, что вы мощные, потому что Якутия только сильных, мощных, прекрасных личностей рождает. Спасибо огромное, Яна, и я, например, надеюсь, что мы еще раз встретимся в эфире, и ты нам споешь в следующий раз. А, да, тут, да, в следующем раз пою, могу станцевать, я хочу танцевать еще скоро. О, ну, замечательно, замечательно, ага. Вот уже и новые планы, да, скажите? Да, вот уже и новые планы. Да, огромное спасибо, Ян. Да, и желаем огромного успеха YouTube-каналу, журналу «Журфикс» и вообще всем будущим планам. Спасибо. Пока, до новых встреч в эфире. Пока. Пока-пока.